Итак, коллеги, добрый вечер еще раз, сейчас звук должен идти, послать, пожалуйста, плюсик, если все в порядке, если меня слышно, если меня видно, и будем начинать наш сегодняшний вебинар. Итак, тема сегодняшнего вебинара это торговля по объему. Давно мы обещали провести данный вебинар и его разновидность, разновидность объемного анализа, который называется DSA. Данный вебинар проведет сегодня для вас, моя коллега Кира Исенко, наш партнер из многих обучающих вебинаров, которые вы можете видеть, которые проводит компания Admiral Markets. И перед началом, прежде чем мы начнем, давайте еще раз, вот, коллеги, проверим, что по звуку все в порядке, поставьте, да, отлично, да, вижу, что стало лучше, чуть-чуть сделаю потише, чтобы убрать лишний фон, который может быть, да, отлично, вижу, что плюсик есть. Итак, перед началом, как всегда, несколько слов от меня. Представлюсь для тех, кто, возможно, видит меня в первой. Меня зовут Исаков Роман, являюсь региональным менеджером компании Admiral Markets и, как всегда, открываю те вебинары, которые у нас проходят. Расскажу несколько слов по организационной части и несколько слов по компании Admiral Markets. Итак, перед началом каждого обучающего вебинара мы сообщаем, как всегда, о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и не стоит переходить на работу уже на реальном счету, пока вы не ознакомились со всеми рисками. Ну, и формат данного вебинара, важно понимать, что он проходит только в целях вашего ознакомления, в целях вашего обучения и не может являться прямой рекомендацией к действию. Всегда важно об этом помнить. Кира Ивтенко подключится к нам чуть позже и расскажет уже о себе несколько слов. Ну, а пока расскажу несколько важных вещей о компании Admiral Markets на площадке, с которой сейчас мы с вами и встретились. И хотелось бы начать с того, что один из рисков, который есть у трейдеров, это риск партнерства. Важно выбирать для себя надежного партнера, и таким партнером для вас может стать компанией Admiral Markets, так как мы обладаем европейской лицензией, если бы точнее, лицензией FCA, которая дает довольно-таки большие гарантии для трейдера. Одним из важных моментов является то, что ваши средства застрахованы на сумму до 50 тысяч фунтов херлингов, на тот случай, если компания не сможет отвечать по своему обязательству. Помимо этого, для наших клиентов мы разработали дополнение платформы MetaTrader 4, MetaTrader 5, на которой называется Supreme Edition. Об этих функциях мы рассказываем на наших видео. Более подробно вы также сможете почитать на сайте Admiral Markets и настройки защиты от волоконности, которые также позволяют уже расширять стандартные функции ваших ордеров в 4-м и 5-м MetaTrader. Из последних новостей, которые появились, это теперь все платежи, все пополнения по картам MasterCard Visa идут без комиссии. Раньше был лимит до 3 тысяч, сейчас все платежи идут без комиссии, поэтому для всех об этом тоже хотелось рассказать. Коллеги, у меня есть для вас еще одно предложение. В рамках наших обучающих вебинаров мы стали использовать такой тип счета, который называется учебный. Прежде чем я расскажу, я хочу задать небольшой вопрос вам. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас те участники, кто еще не торгует на реальные счета в компании Admiral Markets, поставьте, пожалуйста, цифру 1, если у вас еще нет реального счета в Admiral Markets, и те, кто торгует, поставьте цифру 2, чтобы мы увидели, какое у нас соотношение данных участников, чтобы те, кто пришел на нашу площадку, видели, что здесь люди, кто торгуют уже с Admiral Markets, и те, кто только начинает. Да, отлично, вижу ваши плюсики, уже вижу ваши цифры, которые вы ставите, их уже довольно-таки много, спасибо вам за это. Ну и вот для тех, кто пока еще не имеет реальных счетов в компании Admiral Markets, я хочу поделиться тем типом счета, который мы предлагаем на наших обучающих вебинарах. Это называется учебный счет, да, что дает вам учебный счет. Фактически он дает вам возможность совершить первые сделки на реальном счету, не рискуя собственными деньгами. Что для этого нужно, да, чтобы получить этот учебный счет? Вы открываете обычный торговый счет в компании Admiral Markets, пополняете его на любую сумму от 200 евро, и мы дополнительно вам даем еще один счет на 200 евро, прибыль с которого до 200 евро может быть перейдена на ваш реальный счет. То есть вы торгуете в течение двух недель, все, что заработали до 200 евро, переходит на ваш реальный счет. Если вы не заработали, ну, собственно, дальше учиться, дальше совершенствует свою торговую систему, то есть вас это ни к чему не обязано. Но сделать первый шаг, сделать первые сделки вы сможете, ну, фактически без риска. Это очень интересно, и для того, чтобы получить этот учебный счет, необходимо написать запрос, запрос на почту support.ru, собакаadmiralmarkets.com, сейчас я ее скопирую в чат, с темой письма, да, с темой письма обязательно нужно написать в ESA, то есть это как раз тема нашего сегодняшнего вебинара, и для того, чтобы мы смогли вам выслать уже подробные условия по получению данного учебного счета, напишите, пожалуйста, на почту, с кем я писал в ESA, и с вами, кажется, ваш менеджер и расскажет уже более подробно. Итак, сейчас у меня пока на этом все. Кира, если вы готовы, то выходите в эфир. Роман, добрый вечер, добрый вечер, коллеги. Так, сейчас я подключаю микрофон и жду от вас плюсика, если вы меня хорошо слышите вот в настоящий момент времени. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чат, друзья. Все супер, хорошо, замечательно. Друзья, рада вас приветствовать сегодня в нашем чате. У нас сегодня девятое занятие по счету. Мы продолжаем постигать основы технического анализа. Я напомню для тех, кто присоединился к нам в первый раз, и, кстати, если это так, поставьте в чате к единичку, чтобы я понимала, что у нас появились новые слушатели. Ага, вот это все новые слушатели. Я вас поняла. Хорошо, хорошо. Тогда пару слов вводных, буквально еще минутку времени потрачу, и потом уже мы с вами начнем говорить об объемах. Ну, во-первых, представлюсь в таком случае. Меня зовут Кира Юхтенко. Я главный редактор проекта для инвесторов investfuture.ru, и я очень рада тому, что в партнерстве с компанией Admiral Markets мы проводим для вас вот такой вот цикл обучающих вебинаров. Мы начали еще осенью. Сегодня девятое занятие. На YouTube-канале компании Admiral Markets вы можете найти плейлист. Я буду очень благодарна Роману, если вы скинете в чат ссылку на плейлист со всеми нашими архивами. Спасибо большое, Роман. Вот, друзья, вы видите в чате ссылку. Там у нас уже есть 8 вебинаров, соответственно, сегодня девятое занятие. Если вы на предыдущих занятиях не были, и если вы постигаете технический анализ с самого-самого нуля, то я бы вам рекомендовала не пожалеть времени и потратить, ну вот, соответственно, примерно 8 часов, да, в сумме один вебинар, один час, на то, чтобы разобраться с этими темами. Потому что мы пошли с самых основ. Мы разбирались с японскими свечами, со свечными моделями, с графическим анализом, со всеми основными индикаторами. Мы разбирали наиболее распространенные, простые, эффективные торговые стратегии, которые могут быть полезны для начинающих трейдеров. Мы старались не засорять эфир какими-то ненужными вещами. Все носит такой довольно прикладной характер. Ну, а теория, конечно, тоже присутствует, но без нее никуда в нашей работе не деться. Поэтому, соответственно, да, если вот это вас интересует, то очень рекомендую обратиться к архиву. Ну, и сегодня у нас занятие номер 9. И в качестве темы мы выбрали торговлю по объемам. Тема эта очень большая, очень объемная. И, конечно, за одно занятие, друзья, мы с вами всех вещей обсудить категорически не успеем. Да, наверное, это и не нужно, потому что разбираться нужно постепенно. Поэтому сегодня мы с вами начинаем с самых азов объемного анализа, ВСА-анализа. Будет довольно большая доля теории, но на графике мы также посмотрим. Поговорим о том, зачем вообще нужны объемы, как добавить на график индикаторы объемов, какие индикаторы объемов вообще бывают, какие нам могут быть полезны. Ну, и, соответственно, разберем несколько практических ситуаций, связанных с текущей обстановкой на рынках. На рынках у нас сейчас, конечно, вообще в целом, если говорить абстрактно, без привязки к техническому анализу, очень интересные тренды царят. Несмотря на то, что Федеральная резервная система США процентную ставку повышает, причем повышает уже на протяжении долгого времени, и предполагается, что и в 2018 году, по крайней мере, будет 3 повышения процентной ставки. И, казалось бы, какой еще сигнал на рост доллара мы можем ожидать, на что мы еще можем надеяться. Тем не менее, доллар дешевел в прошлом году, и в этом году американская валюта пока тоже не демонстрирует особенных успехов на всем мировом рынке и по отношению к российскому рублю в том числе. Это, конечно, интересный парадокс. С чем он связан, может быть, поговорим, если у нас останется время в конце. Но это такие вот вещи, как бы, достаточно абстрактные. Но, в принципе, слабость доллара – это тот тренд, который в настоящий момент на рынке доминирует и который трейдеры пытаются всеми возможными способами проанализировать и предсказать его окончание. В этом смысле индикаторы объема могут оказаться тоже неплохим подспорьем, как, собственно, и весь диапазон индикаторов, который мы уже успели рассмотреть. Поэтому, друзья, давайте постепенно будем приступать. Я надеюсь, что все к нам подошли, кто хотел подойти. Надеюсь, что со звуком у нас у всех более или менее неплохо. По поводу микрофона я бы предположила, что у меня сейчас оптимальные настройки. Давайте в чате ругаться не будем, мешать друг другу не будем. Будем потихонечку разбираться. Итак, что такое вообще методика ВСА? Почему она так называется? С английского языка этот термин переводится как Volume Spread Analysis, то есть анализ объема и спреда. Сейчас разберемся, почему именно эти два слова представлены у нас в названии. Если коротко, ВСА-анализ – это анализ объема сделок, объема торгов в комбинации с размером и формой свечей. Если с объемом все, в принципе, понятно, мы пытаемся проанализировать, какое количество денег в настоящий момент на рынок приходит и с рынка уходит, то со словом Spread могут возникнуть вопросы. На Форексе люди привыкли к тому, что спред – это, собственно, разница между ценой. И спред – это, казалось бы, вещь не всегда хорошая. Но когда мы говорим о методике ВСА, слово Spread здесь имеет абсолютно иное значение. Слово Spread – это амплитуда колебания цены в течение определенного периода времени. То есть, грубо говоря, это размер нашей японской свечи от максимума до минимума. Так, вот вопрос в чате по продолжительности семинара. Ну, примерно, я думаю, что минут 50 мы с вами еще поговорим. Вот так. Дальше вопрос от Олега. Горизонтальный или вертикальный объем? По-разному. На самом деле, зависит по-разному. Сегодня только про вертикальный объем мы говорим. Итак, потому что горизонтальный объем тоже, как бы, это уже отдельная довольно методика торговли. Не будем мы все мешать в один котел. Будем разделять, потому как аудитория у нас довольно разношерстная. Да, друзья, и если вы позволите, вопросы, давайте, вот если они не очень сочные, давайте мы их лучше оставим на конец занятия, для того, чтобы у нас получился более слитный рассказ, для того, чтобы тоже не тратить время тех, кому, в общем-то, это неинтересно. Да, спасибо вам большое. Итак, давайте разбираться вообще с концепцией объема. Мы сказали, да, о том, что мы анализируем, во-первых, объем сделок, во-вторых, мы анализируем размер и форму свечей. То есть здесь, на самом деле, нам очень и очень пригодятся знания свечного анализа и знания свечных моделей, для того, чтобы их сочетать уже непосредственно с анализом информации по объемам. Здесь мне очень нравится вот такая метафора, которая приведена у меня на графике. Объем денежных средств – это энергия, которая двигает рынок. То есть если сравнивать эту всю историю с автомобилем, то объем денежных средств – это как бы наш бензин. А движение цены – это, соответственно, результат объема. То есть это то расстояние, которое мы смогли бы на этом бензине проехать, продвинуться. И здесь есть такой момент. Если у нас машина вроде как двигается, то есть вроде как есть какое-то изменение цены, то есть, например, цена на актив растет. Мы видим, что на графике есть какой-то, какой-никакой, ну, например, восходящий тренд. Но при этом, если у нас нет бензина, то машина далеко не уедет. И уж тем более машина не сможет въехать в гору. Гора в данной ситуации является такой вот аналогией уровню сопротивления. То есть мы не сможем взять какой-то сильный новый уровень, если топлива в виде объема денег у нас в настоящий момент нет. И это, в принципе, есть основная задача, которую мы преследуем при анализе объема. На самом деле очень много есть сложных, разнообразных торговых стратегий на базе ВСА. Но самая главная логика, которую мы должны для себя понимать, когда мы работаем с анализом объема, мы пытаемся понять, есть ли у рынка топливо для того, чтобы продолжить движение в заданном направлении. Или же топлива нет, и, соответственно, мы должны готовиться к тому, что рынок сменит направление торгов. Вот это вот основной вопрос, ответ на который мы с вами будем искать. Когда мы анализируем объем, мы анализируем силу, толкающую рынок, то есть активность профессиональных денег. Это довольно распространенный термин на рынке. На английском языке он звучит как smart money. Умные деньги, профессиональные деньги, то есть крупные игроки, которые в реальности и двигают рынок. Мы, конечно, можем себе льстить и говорить, что какие-то наши решения оказывают непосредственное влияние на то, как пойдет цена, потому что рынок формируется в качестве баланса спроса и предложений и так далее, и так далее. Но давайте все-таки будем сохранять объективность и понимать, что, скорее всего, тот капитал, с которым мы с вами, в том числе и я, заходим на рынок Forex, все-таки является на несколько порядков меньше, чем капитал крупных игроков. Есть большие рыбы, есть маленькие рыбы. Наша задача, как рыб маленьких, ну или, может быть, небольших, можно назвать себя так, заключается в том, чтобы не позволить себя съесть и отхватить свой небольшой кусок у рынка. Будем объективными и прагматичными. Именно поэтому наша задача следовать за крупными игроками и пытаться понять, какую логику в настоящий момент исповедуют они. Пару слов про историю. Сам по себе ВСА появился еще в начале 20 века. Автор первой концепции Ричард Вайкофф, затем концепцию развил и привел в современную форму. Том Уильямс. И он является автором классической книги «Хозяева рынка», в которой излагается большая часть всех концептуальных вещей, которые касаются анализа объема. И, соответственно, эту книгу вы можете почитать, если ищете для себя полезную литературу, которую хотелось бы добавить в список прочтений на 2018 год. Книга действительно довольно толковая, она, в принципе, не устарела до сих пор, поэтому могу рекомендовать. Далее, друзья, следующий вопрос. Если мы говорим о, например, фондовом рынке, с ним все более-менее понятно. Там у нас информация об объемах торгов поступает непосредственно с биржи и является общедоступной. С рынком Форекс еще несколько сложнее, потому как рынок Форекс у нас децентрализован. То есть у нас нету какого-то общего, условно говоря, здания, в котором собрали все трейдеры и принимают какие-то решения. Рынок Форекс децентрализован и статистики об объемах торгов на самом деле никто не ведет и вести не может. Поэтому нам приходится каким-то образом выкручиваться. И здесь у нас есть несколько вариантов развития событий. Вариант первый. Мы можем пользоваться информацией об объемах с фьючерсного рынка. Для валютного рынка нам может очень пойти на пользу информация с Чикагской товарной биржей. Чикаго American Tile Exchange, которая, во-первых, регулярно публикует информацию об объемах торгов на мировом валютном рынке, на фьючерсном рынке, в открытом доступе у себя на сайте. Плюс есть специальные индикаторы, которые также можно для этой цели употреблять. Мы здесь отталкиваемся от концепции того, что фьючерсы следуют за спот-рынком и, соответственно, общая динамика объемов будет похожей. На самом деле, конечно, она абсолютно не одинакова, но, тем не менее, опираться на эти данные можно и, в общем-то, даже нужно. Вообще, на сайте Чикагской товарной биржи можно найти очень много интересной информации, в том числе и еженедельные отчеты по количеству коротких и длинных позиций по разнообразным активам. Это тоже может быть интересно. Это, конечно, не чистой воды ВСА, но, тем не менее. Информация выходит по пятницам, и, соответственно, вот эти вот обзоры позволяют нам получить представление о том, как меняется позиционирование рынка. Информация, правда, выходит с некоторым временным лагом, но, тем не менее, она может быть вполне полезна для того, чтобы получить такое вот общее представление о том, как меняется позиционирование рынка в долгосрочной перспективе. То есть, например, мы можем увидеть, что вот к настоящему моменту у нас очень растянутые чистые длинные позиции по паре рубль-американский доллар, да, то есть рубль довольно сильно перекуплен. И, соответственно, вот это вот, да, уже нас наводит на некие подозрения о том, что, возможно, объем чистых позиций слишком большой, и рынку потребуется коррекция. Вот, но это такое вот небольшое отступление. Кроме того, на сайте Чукахской товарной биржи мы также можем найти фьючерсы на ставку ФРС, то есть ожидание рынка относительно того, на каком заседании, как будет меняться процентная ставка. Это тоже может быть интересно, вам может пригодиться. Ну, так просто, для общего развития информации. Вот, это вот то, что касается у нас объемов с фьючерсного рынка. Но, как правило, все-таки, когда мы говорим о рынке Форекс, мы пользуемся классическим тиковым объемом. Это информация, которая встроена в наш терминал MetaTrader, и этот объем нам лучшим образом демонстрирует индикатор Volumes. Он является абсолютно базовым. Когда вы устанавливаете торговый терминал, этот индикатор у вас, по-моему, прямо вот в базовой раскладке, в базовом графике подтягивается к графику и отображается в окошке под графиком. С тиковым объемом у нас какая ситуация? Это объем относительный. То есть, это нереальные цифры по изменению объема денег, которые на рынок Форекс пришли и ушли. Как я уже сказала, таких данных вам никто и не даст. Но, с другой стороны, нам, в принципе, вот эти точные цифры не настолько и нужны. Потому что, в принципе, нас интересует именно сам факт изменения объема торгов. Нам нужно понимать, растет объем торгов или снижается. Вот это вот та информация, с которой тиковый объем вполне себе справляется. Тиковый объем показывает нам количество изменений цены за определенный период. То есть, количество тиков, грубо говоря, в единицу времени. Так. Какой-то наш слушатель хочет выйти в эфир. Я полагаю, что, наверное, это по ошибке. Если вы, друзья, хотите что-то сказать, то лучше все-таки пишите в чате. Не рвитесь в эфир, а то как-то это все-таки не очень правильно. И, соответственно, здесь у нас у тикового объема какая, в общем-то, логика. Логика заключается в том, что каждое изменение цены вызывается реальными запросами участников рынка на совершение сделок. То есть, соответственно, если меняется тиковый объем, да, то, соответственно, меняется и объем денежных средств. Это, конечно, не на 100% точная информация. Но мы, как правило, когда работаем с объемами, мы все-таки пытаемся отслеживать в первую очередь тренды. Поэтому в таком контексте, в принципе, информация о тиковом объеме вполне может быть для нас полезна. Так, про фазы рынка я думаю, что мы чуть-чуть попозже поговорим. Хотела бы я вот вам сейчас рассказать еще немного о том, что такое объем бычий и что такое объем недвежий. Здесь у нас, друзья, есть такая вот логика. Довольно простая, но ее нужно для себя усвоить, для того, чтобы вообще в дальнейшем учиться, да, работать с объемами. Если у нас есть восходящий тренд, нам нужно, чтобы движение наверх, то есть зеленые японские свечи сопровождались ростом объемов. Если это происходит, то, соответственно, бычий объем у нас есть, да, то есть что покупки поддерживаются ростом объемов. И при этом на медвежьих свечах нам нужно обязательно видеть снижение объемов. Да, вот это вот у нас называется бычий объем или растущий объем или покупательный объем, неважно. Важно понять, что вот этот вот объем, да, который может толкать рынок наверх и может позволить ему взобраться на новую гору, взять новое сопротивление. Медвежий объем – это, соответственно, обратная история. Медвежий объем – это рост объема на медвежьих свечах и снижение на бычьих. Да, здесь все тоже достаточно логично. Если рынок у нас находится в нисходящем тренде и движение по тренду, то есть движение вниз, красные свечи поддерживаются растущим объемом, а, соответственно, на бычьих свечах, которые у нас идут на коррекции против тренда, объем снижается, то, соответственно, получается, что это у нас медвежий объем, которого достаточно, то есть это достаточное топливо для того, чтобы рынок продолжил движение в заданном направлении. Вот это вот такая достаточно интересная концепция. Ну, вот есть еще такое понятие, как… Спасибо за то, что вы друг другу помогаете в чате. Далее, друзья, есть у нас вот такой вот момент, который называется парадоксом объемного анализа, но, в принципе, ничего парадоксального нет, тоже все довольно вроде как логично. В чем здесь смысл? Смысл заключается в том, что у нас с вами может быть график, на котором у нас цена растет. Мы видим, например, череду растущих свечей. И, казалось бы, да, вот люди, которые изучили только, например, свечной анализ и не освоили анализ объемный, они смотрят на эти бычьи свечи и думают, все отлично, рынок растет. Там у нас могут быть комбинации японских свечей, какие угодно. Там может быть какое-нибудь бычье поглощение, например, да, то есть там череда мощных бычьих свечей, которые, казалось бы, показывают нам, что на рынке действительно доминируют покупатели. Но если мы смотрим на график объемов и видим, что тенденционно вот эти вот бычьи свечи не поддерживаются ростом объемов, то вот именно эти бычьи свечи и могут стать для нас предвестником снижения цены. Как это ни парадоксально? Вроде как рынок растет, казалось бы, чего нам не хватает для счастья. Но, тем не менее, бычьи свечи, которые не поддерживаются ростом объемов, могут стать индикатором скорой коррекции рынка. Далее, соответственно, обратная история. Предвестником роста цены могут стать медвежьи свечи, на которых нет роста объемов. То есть, например, у нас есть нисходящий тренд, который, соответственно, у нас сопровождается тем, что у нас есть мощные медвежьи свечи. Но если на этих свечах у нас не растет объем, то, соответственно, это говорит о том, что рынок выдыхается, импульс не поддерживается деньгами. И, соответственно, в такой ситуации мы не будем рисковать и открывать новые позиции на продажу, потому что вполне возможно, что рынок готовится к развороту. Да-да, друзья, на график мы пойдем. Сейчас я вот пару слов еще расскажу о двух таких классических стратегиях. Потом мы пойдем на график, посмотрим, как выглядят индикаторы и сопоставим это вот с рыночной ситуацией текущей. Сейчас все сделаем. Итак, друзья, вот первая стратегия называется у нас кульминация покупок или кульминация, если говорить более простым языком, это окончание. Итак, смотрите, ситуация такая. У нас с вами есть растущий рынок. Так, вот немножечко я сбиваюсь на чат. Пишут нам, не называется ли это дивергенция. В принципе, да. В принципе, мы даже можем также на графике объемов и на графике цены выстраивать эти дивергенции и за этим, видимо, это наблюдать. Но нам все-таки недостаточно смотреть только на тренды, нам хочется смотреть еще и на то, как конкретная свеча соотносится с конкретным столбиком объемов. Так, про стратегию. Разбираемся. Стратегия кульминации или окончания покупок. У нас был сильный бычий тренд. И мы видим, что у нас рисуется новая вершина. При этом на этой вершине объем торгов у нас достаточно высокий. Вроде бы все хорошо, да, вроде бы ничего нас не смущает. Мы видим мощную зеленую свечу, которая закрывается выше своей середины. Желательно, чтобы она была максимально заполнена, да, то есть, чтобы верхняя тень у нее была не слишком длинная. И такая свеча поддерживается высоким объемом. Вроде бы все хорошо. То есть, казалось бы, нас ничего не должно смущать. Но за этой свечой затем возникает несколько маленьких свечей, на которых объем также остается высоким. Да, вот это вот... Именно вот эти свечи нам необходимы для того, чтобы делать определенные выводы. Что это для нас означает? Из такой рыночной картины мы делаем вывод о том, что текущая волна роста завершается. И вот это вот такой ключевой, в общем-то, термин. Усилие не принесло результат. Да, вот у нас, когда мы вообще говорим об объемном анализе, мы оперируем вот этими двумя словами очень часто соотношение усилия и результата. И вот мы видим, что здесь усилие покупателей не принесло результат. То есть, вроде бы, были деньги, был объем. Но за вот этой вот мощной свечой у нас не последовало продолжение роста. И мы получили череду маленьких свечей, на которых объем также высокий. То есть, свечи маленькие и коррекционные, они идут против тренда. И, казалось бы, если у нас свеча против тренда, то объемная эта свеча должен потихонечку снижаться. Но здесь ситуация обратная. На коррекционных свечах у нас высокий объем. И если мы видим такой рыночный сетап, мы получаем информацию о том, что длинные позиции лучше в таком рыночном состоянии закрывать. И открывать можно новые короткие позиции, если, конечно, эта история у нас подтверждается, соответственно, другими показателями, в том числе и свечными моделями. Ну и абсолютно аналогичная стратегия у нас хорошо работает на медвежьем рынке. Она называется у нас кульминация продаж. Соответственно, это вот обратная история. Так, пока не забыл, друзья, я хочу вам также показать список небольшой полезной литературы. Так, обрыв связи. Это только у Дмитрия со связью проблемы или нет? Хорошо, спасибо. Друзья, вот еще три книги, которые вам могут пригодиться. Вот помимо Тома Уильямса «Хозяева рынка», да, книги, о которой я говорила. Также, если хотите немножечко глубже углубиться, уйти в эту тему, может быть интересно вам почитать вот эти вот три книги. Билл Уильямс «Торговый хаос», Элдер «Три экрана Элдера», это немножечко как бы более специфическая тема, но тем не менее, вот как бы если хотите в этом направлении покопаться, то рекомендовал бы эту книжку тоже охватить. И Ларри Уильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Так, 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 что у нас там было по вопросам? Какой временной интервал? На самом деле абсолютно любой интервал, но, честно говоря, на рынке Форекс мне больше нравится с объемами работать на графике H4 и Daily. H1, в принципе, тоже, да, вот на более благосрочных историях я предпочитаю все-таки опираться на другие вещи и уделять больше внимания фундаментальному анализу. Отлично. Так, сейчас тогда пойдем на график. И посмотрим, как у нас эти все вещи на графиках выглядят. Так. Поставьте, пожалуйста, друзья, плющик, если у вас... Если у вас пошла демонстрация экрана. Супер. Хорошо. Итак, друзья, сейчас перед вами абсолютно чистый свечной график. Это пара евро-доллар. Давайте перейдем, например, на дневной график. Мы здесь с вами видим, что у нас есть устойчивый восходящий тренд. Вот. Давайте попробуем его немножечко там для себя обрисовать, чтобы получить общее представление, да, о рыночной картине. Ну, канала здесь, конечно, чистого не получится никаким образом. Ну, давайте вот как-то так, да, для себя этот тренд расчертим. Итак, мы сейчас находимся выше отметки 1,22. И вот буквально на прошлой неделе евро совершил череду рывков наверх. Связано это было с чем фундаментально? С тем, что у нас на прошлой неделе вышли протоколы Европейского Центробанка, которые показали, что ЕЦБ вполне себе готовится к тому, чтобы повышать процентную ставку, ужесточать монетарную политику. Для рынка это стало сюрпризом. На этом фоне мы увидели вот такой вот резкий скачок евро. Если мы сюда на график добавим индикатор RSI, то есть индекс относительной силы, мы увидим, что... Мы увидим, что... Конечно, рынок в определенном смысле является уже перекупленным. Ну и теперь давайте попробуем добавить на график индикаторы объемов и посмотреть, какую же информацию мы получаем вот с этой стороны. Итак, мы с вами выбираем кнопочку индикаторы в меню, вставка индикаторы, объемы. И здесь выбираем классический индикатор Volumes. У нас здесь есть два цвета, зеленый и красный. В стандартной формации у нас индикаторы объемов будут такими вот тоненькими, да, я всегда ставлю чуть потолще для того, чтобы столбики объемов чуть-чуть получше отражались. Видите, да, что у меня на график добавился индикатор Volumes, индикатор объемов. Это дневной график. Давайте мы его приблизим и посмотрим, что мы здесь с точки зрения объемного анализа видим. Итак, во-первых, как вообще у нас этот индикатор функционирует? Если у нас объем по сравнению с предыдущей свечой растет, то столбец индикатора окрашивается в зеленый цвет. Если у нас объем по сравнению с предыдущей свечой снижается, то индикатор объема у нас окрашивается в красный цвет. Красный столбец абсолютно не означает, что у нас объем в этот момент является низким. Нас еще интересует, конечно, и высота этого столбца. Соответственно, друзья, что мы видим? Мы видим, что... Вот я беру перекрестие для того, чтобы нам было легче соотносить столбики с самой японской свечой. Мы видим, что у нас самый большой рост объемов наблюдался 15 января. Посмотрите, да, вот эта мощная зеленая свеча сопровождалась солидным ростом объемов. Что мы видим дальше? Дальше за ней пошла свеча, также зеленая, но с гораздо меньшим телом и с довольно солидной тенью. Ну, конечно, тем не гигантская, безусловно, но тем не менее. Здесь у нас объем снижался. Здесь у нас объем снижался. Далее, на следующей свече у нас появилась свеча с маленьким телом. Эта свеча, ну, в общем-то, близкая к доже и с длинной нижней тенью. Такая свеча, в принципе, у нас, исходя из концепции свечного анализа, может стать предвестником скорого разворота рынка в другом направлении. Особенно если эта история подтверждается следующей чередой красных свечей, да. И что важно, вот на этой первой коррекционной свече мы увидели снова рост объемов, да. Это как раз вот то, о чем мы с вами говорили, когда мы рассматривали стратегию кульминация покупок. Да, что у нас здесь вот был хороший солидный рост, все было хорошо, объемы вроде как росли. Потом начали формироваться небольшие коррекционные свечи, которые подтверждаются достаточно высокими объемами, да. Вот это вот прямая ситуация, которая наблюдается у нас в настоящий момент на дневном графике пары евро-американский доллар. Ну и следующая за ней свеча также у нас пока рисуется в красной зоне. Пока еще это, конечно, свеча не закрытая. И до конца дня ситуация может измениться, рынок может по какой-то непонятной причине рвануть наверх. Так, не видно, не видно графика из-за моего изображения. Так, а если я немножко сделаю вот так, меняется демонстрация экрана, я просто, к сожалению, не вижу то, что видите вы. Да, возможно, стало лучше. Видно, хорошо, все, замечательно, супер. Вот, поэтому, друзья, вот таким образом работает стратегия кульминации продаж. И мне кажется, нам очень повезло, что на евро-долларе в настоящий момент вот именно такая рыночная картинка сложилась. Потому что мы с вами можем понаблюдать за тем, как конкретно отрабатываются объемы. Мы можем протестировать вот эту концепцию, посмотреть, как рынок поведет себя в ближайшие несколько дней. У меня есть такое предположение, что мы, конечно, начнем корректироваться вниз с точки зрения технического анализа. У нас вот здесь есть довольно сильная линия поддержки. Уже было два минимума. И, в общем-то, исходя из этого, где-то в районе отметки 1.20-1.20.50 у нас располагается область поддержки, на которую мы, в принципе, должны снижаться. Следующий вопрос, который нас будет интересовать, будут ли снижаться объемы на вот этой вот коррекционной волне, которую мы ожидаем. То есть, если вот эта вот новая череда японских свечей будет поддерживаться низким объемом, это будет говорить о том, что рынок в целом сохраняет восходящий тренд, но просто корректирует перекупленность. Если же мы увидим, что у нас объемы продолжают расти, то есть столбцы объема будут рисоваться высокие и зеленые на красных свечах, вот это уже станет для нас интересным сигналом, когда у нас, соответственно, медвежье движение поддерживается ростом объема. Это сигнал к тому, чтобы мы задумались о том, что рынок уже готовится к развороту. Но в целом, если говорить о евро-долларе в такой немножечко более долгосрочной перспективе, конечно, смущает меня общая перекупленность рынка. Мы можем построить также индикатор уровня Fibonacci. Мы с вами его разбирали. Я надеюсь, что вы помните, как этим инструментом пользоваться. И если мы его построим, то мы увидим, что от снижения в 2014-2016 году мы к настоящему моменту уже отыграли 50%. Вот он, уровень 50% восстановления Fibonacci. И пытаемся прорваться выше этого уровня. Соответственно, опять же, в сочетании с падающим объемом, прошу прощения, с той концепции объема, которую я описала, с кульминацией покупок, эта ситуация намекает мне на то, что нам требуется коррекция. И нужно быть к ней готовыми. Вот это вот то, что у нас касается классического индикатора Volumes, как мы его используем. Красные и зеленые столбцы. Зеленый столбец относительно объема тиковый растет. Красный столбец объем по отношению с предыдущей свечой, соответственно, снижается. Ну и сейчас хотела бы я с вами поговорить о том, как у нас работает индикатор Better Volumes. Better Volumes, вернее. Для того, чтобы его установить, друзья, нужно этот индикатор загрузить в интернете. Его нет в стандартном наборе нашего торгового терминала, но если вы загуглите, да, там, скачать индикатор Better Volumes, у вас возникнет огромное количество предложений. Это делается достаточно непросто. Вы просто его скачиваете в RAR-архиве, вы его распаковываете. И далее вы уже добавляете в свой каталог индикаторов в терминале MetaTrader. У нас вот здесь вот есть каталог данных, да, и в этот каталог данных, так вот он выглядит, и в этот каталог данных, в папку, если я не ошибаюсь, MQL4 Indicators, вам нужно будет загрузить вот тот индикатор, который вы скачаете в интернете, да. И, соответственно, вы таким образом, там еще, может быть, сделав несколько небольших простых шагов, вы этот индикатор к себе в торговый терминал подгрузите и сможете им пользоваться. У меня он уже загружен, поэтому я просто нажимаю на кнопку индикаторы, выбираю вкладку «Пользовательские индикаторы» и здесь нахожу у себя индикатор Better Volume 1.4. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если у вас подрубилась трансляция экрана моего. Подрубилась. Замечательно. Хорошо. Я прошу прощения за технический сбой, но с этим, к сожалению, ничего не поделаешь. Это вопрос, вот, собственно, к разработчикам терминала Метатрейдер 4, которые пока не смогли его адаптировать к Макбуку. Итак, друзья, сейчас я еще раз тогда повторю этот момент. Как мы это делаем, да? После того, как я загрузила уже к себе индикаторы, которые мне нужны, индикатор у нас называется Better Volume 1.4, я захожу в панель инструментов, вставка «Индикаторы пользовательские», пользовательские, Better Volume, и, соответственно, подгружаю его на график. Вот он у меня на графике прекрасным образом появился. Отлично. Я надеюсь, что вам его видно. Better Volume у нас индикатор такой, значительно более цветастый, чем индикатор Volume классический, стандартный. Что это за индикатор? Это индикатор, который сравнивает объемы с последними 20 свечами. То есть у нас было последние 20 свечей, и он нам рассказывает. Считаем мы этот объем высоким, низким, средним и так далее. И кроме того, индикатор Better Volume немножечко упрощает процесс нашей ориентации в пространстве и за нас раскрашивает столбики в разные цвета. Как это работает? Давайте разбираться. У нас есть с вами в рамках этого индикатора 5 разных цветов. Вот вы прекрасно видите вот эту же нацветную историю на графике. Вот эта горизонтальная линия – это всего-навсего скользящая средняя по гистограмме объемов. 5 разных цветов. Разбираемся. Самый распространенный цвет голубой – это средний объем, нейтральный, который считается ничем, ну, фактически ничем не примечательным. Он может подрастать, он может снижаться, но, тем не менее, если объем средний, то никаких ярко выраженных сигналов мы здесь с вами не получаем. Это у меня график открыт, вообще доллар-рубль в настоящий момент. Так. Голубые, голубые столбцы гистограммы – это нейтральный, средний объем. Далее. Столбик, который чаще всего дает нам интересную информацию – это красный столбик. Да, вот, например, мы видим красный столбик вот здесь. Красный столбик. Это ситуация, когда у нас на графике нарисовалась бычья свеча, которая поддерживается высоким объемом торгов. Да, то есть это бычья свеча с особенно широкой амплитудой, посмотрите, да, вот на примере этой свечи, которая поддерживается высоким объемом торгов. Появление таких столбиков у нас может давать нам совершенно разнообразные сигналы. Это может быть как сигналом зарождения нового тренда. То есть, например, если у нас был тренд нисходящий, потом пошла какая-то фаза консолидации небольшая, потом рынок снова пошел в рост. И вот мы видим, что на первой волне роста у нас образовалась вот такая вот свеча с широкой амплитудой и поддерживаемая большим объемом торгов. Как, например, мы видим с вами вот здесь, да. Вот она, широкая зеленая свеча и большой объем торгов. После какой-то вот такой вот боковой колбасы. Это говорит о том, что мы можем готовиться к тому, что на рынке зарождается новый восходящий тренд. Либо же, если такие красные столбцы у нас появляются уже после растущего тренда, после того, как мы наблюдали долгое время рост цены на рынке, это может говорить нам о том, что тренд находится на излете, как, например, это произошло вот здесь. Да, посмотрите. Вот они две свечи с большими зелеными телами и при этом поддерживаемые большим объемом торгов. Это может нам говорить о том, что растущий тренд находится на излете, особенно если свечи после них также поддерживаются достаточно высоким объемом. Достаточно высоким объемом, как мы видим вот здесь. Да, здесь как бы снова пошли голубые столбики. Они, конечно, в принципе являются нейтральными, но тем не менее объем здесь по-прежнему остается относительно высоким. И это говорит о том, что есть все-таки здесь определенное усилие медвежьи на этот раз, которое может принести нам коррекционный результат. Что и происходит. Это не разворот, но это достаточно глубокая коррекция. Поэтому вот, собственно, на этом микротренде довольно хорошо нам иллюстрируется информативность таких красных столбцов. Да, ну вот они, вот они снова, красные столбцы. Здесь в зарождении бычьего движения у нас, пожалуйста, большая бычья свеча, большой объем торгов. Мы прорвались выше локального уровня сопротивления, пошли в рост. Дальше там пошел нейтральный объем, небольшое снижение объема. И затем снова сильная бычья свеча и снова огромный объем. Затем мы видим медвежью свечу, на которой, в принципе, этот объем тоже был достаточно высоким. И, соответственно, которая нам показывает, что у нас пошло довольно сильное движение со стороны продавца, довольно сильный импульс, который не является пустышкой, на котором у нас также есть объем. Это говорит о том, что восходящий тренд может подходить к своему завершению. Вот такую информацию нам дают красные столбики. Едем дальше. Бывают у нас белые столбики, их отследить довольно непросто, потому что... Так, 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 так... Давайте мы его заменим на какой-нибудь более... такой вот окрашенный вариант. Я выберу цвет Misty Rose, чтобы белые столбики перестали быть отсутствующими. Да, вот они у меня теперь такие вот нежно-розовые. Итак, белый цвет дает нам информацию следующего характера. Это медвежья свеча и высокий объем торгов. То есть, как правило, эта информация нам сообщает о начале нисходящего тренда или о его завершении. То есть, например, как конкретно вот, например, с этой свечой, в которую я сейчас уперлась просто мышкой, да, вот, потому что белый столбик на индикаторе Better Volume и мощная красная свеча, которая говорит нам о том, что даунтренд находится на излете. Я хочу еще раз подчеркнуть. Индикатор объемов это ни в коем случае не грааль, да, и не нужно использовать этот индикатор дословно. То есть, не нужно исходить из того, что вот мы увидели там какой-то сигнал и вот прямо вот появилась такая свеча, и значит, я вот сразу открываю какую-то определенную позицию или выскакиваю из рынка в срочном порядке. Нет. Это неправильно, потому что объемы часто ошибаются. Это правда. Но, тем не менее, вот общие тенденции, как дополнительная подсказочка, объемы нам могут очень и очень помочь определить. Так, это мы с вами разобрались с белыми столбцами объемов, да? Так, давайте как-нибудь так. у нас также с вами встречаются зеленые столбики. Зеленый столбик – это высокий объем торгов и довольно узкая свеча, да? То есть, например, пожалуйста, вот узкая свеча, да? Узкая свеча, узкая свеча, да? Узкая свеча, которая сопровождается высоким объемом торгов, да? Вот они, примеры. И, кроме того, часто еще у нас встречаются довольно желтые столбики. Это, ну, вот давайте посмотрим примеры желтых столбиков, да? Это маленькая амплитуда торгов и маленький объем. То есть, это вот самые такие вот скромные свечи, которые говорят о том, что вот на конкретно этом периоде времени больших денег в рынок не притекало. Да, вот эта вот информация такая. Ну, конечно, друзья, нас в первую очередь здесь интересуют тренды, потому что... Давайте вот еще посмотрим, да, еще раз на всеми любимый евро-доллар. Давайте на H4 направимся. Ну, вот здесь у нас объемы такие, в принципе, достаточно ровные. То есть, конкретно вот на H4 здесь мы видим, что, ну, вот, например, да, хороший пример тоже по Better Volumes, если смотреть. Мы сначала с вами смотрели по классическому Volumes на этот график, теперь смотрим на Better Volumes. Ну, вот, например, да, вот здесь вот у нас была фигура... Давайте немножечко вспомним, как она у нас называется в техническом, графическом анализе, пишите в чатик, как называется эта формация. И на излете этой формации у нас образовалась мощная бычья свеча, которая у нас прорвала сопротивление. И вот на этой мощной бычьей свече у нас был высокий объем. Вот, посмотрите, да. Вот по индикатору Better Volumes у нас здесь получилась красная свеча, то есть это большой объем плюс размашистая бычья свеча, двойное дно. Отлично, супер. И, соответственно, вот эта свеча здесь стала для нас предвестником роста, да. Вот они были, в общем-то, две сильные бычьи свечи, которые у нас, в общем-то, подсказывали нам, что рынок готовится к развороту, да, когда на бычьих свечах у нас нарастает объем. Дальше пошли в рост, дальше пошел нейтральный объем, а вот здесь вот на локальных пиках мы видим, что объем снизился. Вот она была, просадка по объемам. То есть, в общем-то, объем снизился, но, тем не менее, он, в принципе, остался в каком-то количестве. Дальше потом чуть-чуть подрос. Ну и вот будем наблюдать, что будет происходить дальше, потому что здесь у нас есть попытка формирования двойной вершины. по паре евро-американский доллар, да, и нам эту вершину надо, в первую очередь, конечно, пробить вниз, чтобы говорить о том, что мы дальше уже развиваем движение вниз и, соответственно, как я уже говорила, отслеживать объемы. Отметка 1.22 – это наша кучевая поддержка по евро-доллару в настоящий момент. Вот такая вот картина, друзья. Немножечко долго мы с вами вот уже общаемся. Пришло время постепенно нам заканчивать. Как я и говорила, конечно, разобрать вот прям все-все-все про объемы за одно занятие у нас совсем не получится. Но, тем не менее, я надеюсь, что какие-то основные базовые вещи вы за сегодняшний день усвоили. Если еще раз коротко резюмировать, мы поговорили о том, что объем – это топливо, которое должно, соответственно, подтверждать движение цены в определенном направлении. Если это топливо есть в направлении основного тренда, то значит, что у рынка все хорошо и значит, что мы можем надеяться на продолжение тренда. Если у нас топливо заканчивается, рынок по инерции растет, это говорит о том, что нужно быть очень осторожными и не открывать новые длинные позиции. У нас есть, мы можем пользоваться индикатором кластер Дельта, который является платным, который показывает нам данные с фьючерсного рынка, но точно так же мы можем вполне обойтись и доступными индикаторами. Первый вариант – это индикатор Волюмс. Идет в классическом наборе нашего терминала Метатрейдер 4. Честно говоря, я не знаю, что у нас там с пятеркой, какие индикаторы на пятерку ставятся дополнительно, потому что у меня Метат 4, мне с ним удобно. Вот. Это базовый индикатор, окрашен только в два цвета, показывает относительные изменения объема за период времени. И второй индикатор, который является несколько более информативным, это индикатор Better Волюм, который мы ставим дополнительно на свой Метатрейдер. Он у нас окрашен в несколько разнообразных цветов, показывает информацию за 20 японских свечей. И, соответственно, на базе этого индикатора также существует огромное количество разнообразных стратегий. Вы можете оставить свою стратегию. Ну, вот сегодня я с вами поделилась своими подходами, которые мне позволяют угадать зарождение тренда и окончание тренда. Хотя, еще раз этот момент я сформулирую. Информация по объемам – это не основной индикатор ни в коем случае. Это просто вспомогательная история, которая позволяет нам поддержать или опровергнуть наши теории. И индикаторы объемов нужно сочетать со свечным и графическим анализом для того, чтобы тоже понимать более такую полную, более взвешенную картину рынка. Ну, и вот самое главное правило объемного рынка – для того, чтобы взять какой-то уровень сопротивления, движение у нас должно поддерживаться объемом. Если оно объемом не поддерживается, то, скорее всего, это ложный пробой. Такая вот история. Друзья, по горизонтальным объемам, ну, возможно, мы к этой теме еще в будущем вернемся. Тема действительно очень объемная, как бы она заслуживает, я думаю, еще десятки вебинаров, как минимум. Ну, это уже будем смотреть. Да, по поводу доллара давайте еще в завершение. По поводу того, что вообще происходит у нас с долларом на мировом рынке. Вы знаете, у меня все-таки живет во мне уверенность в том, что 2018 год для доллара станет более положительным, чем год 2017. Все-таки у нас закочугарилась налоговая реформа Трампа в Соединенных Штатах Америки. Мы видим, что она уже привела к мощному росту на американских фондовых рынках. Вот, например, индекс Доу Джонс у нас вчера рекордный исторический максимум побил. И, конечно, это стало довольно удивительной историей. Особенно удивительной на фоне обвала на рынке криптовалют, который мы вчера наблюдали. Вот, все говорили о том, что умирают классические инвестиции, живут инвестиции альтернативные. Но вчера была картина вот именно такая, что такая вот кровавая баня была на рынке криптовалют, но зато показал рост хороший нам индикатор Доу Джонс. Да, и, соответственно, на фондовом рынке пошел у нас хороший мощный рост. Но фондовые рынки, безусловно, перегреты. И, на мой взгляд, когда у нас начнется коррекция на американских фондовых площадках, доллар начнет неуклонно расти по всем фронтам. Коррекция начнется, в общем-то, на американском рынке, но, как мы знаем, когда у нас чихает Америка, болеет весь мир, поэтому, когда будут корректироваться американские рынки, будут корректироваться и все остальные рынки, а доллар будет укрепляться как защитная валюта. Вот это мой взгляд на 2018 год. Я не буду улучшаться за конкретную дату, когда коррекция начнется, но я думаю, что она уже не сгорает, потому как так долго расти мировые фондовые рынки не умеют, им нужна передышка. Отлично, спасибо вам большое, друзья. Следующий вебинар у нас состоится ровно через 2 недели, 31 января, если я не ошибаюсь. Вебинар у нас будет по теме Price Action. Мы с вами еще побольше поговорим о японских свечах, поковыряемся в свечных формациях, разбираем их на реальных примерах. Заглядывайте к нам на огонек. Запись этого вебинара обязательно будет на YouTube-канале компании Admiral Market. Там вы сможете его поймать. Ну и еще раз, да, спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, что что-то полезное я вам сегодня рассказала. Я желаю вам удачных торгов и эффективной работы. Так, вот пишут нам про объемный анализ на Мосбирже, но там немножко другая история, там у нас немножко другие подходы к объемному анализу. Мы с вами все-таки сейчас фокусируемся именно на валютном рынке. Спасибо большое, друзья. Все, уступаем. Спасибо большое, Кира. Давайте вместе еще раз скажем спасибо за еще один интересный вебинар, где мы с вами уже познакомились с объемным анализом, пока только с его основами. Сюда мы подумаем, как сделать серию более информативных вебинаров по объемному анализу. Ваши отзывы, ваше пожелание всегда приветствуются. Запись этого вебинара будет доступна на YouTube-канале, поэтому не забудьте на него подписаться, поставить, нажать на колокольчик, чтобы вы получали уведомления от всех новых видео, которые туда добавляются. И уже ссылка на следующий вебинар «Регистрация открыта». У нас на сайте компании «Однерал Маркетс». Сейчас я еще раз эту ссылку продублирую, чтобы вы могли уже зарегистрироваться и, соответственно, уже ждать вид первого числа и присоединиться к нам также в 7 часов по Москве. Пожелания по вашим вебинарам, точнее, по темам, которые вы хотели бы обсудить, мы всегда готовы и открыты для обсуждения. Ваши пожелания не всегда учитываются, они для нас важны. Присылайте на почту support.ru.sobakanuromarket.com и обязательно мы посмотрим, как эти уже темы, которые для вас интересны, мы сможем ответить в будущем. Также, коллеги, в конце вебинара напомню, ну, точно расскажу для тех, кто присоединился к нам уже позже, начало, да, во второй половине. В рамках наших обучающих вебинаров мы предоставляем всем, у кого еще нет реального счета в компании Admiral Markets, возможность получить учебный счет и сделать свои первые шаги на реальном рынке практически без риска. Учебный счет дается на 200 евро, и вы можете, все, что вы можете получить от этого счета, это прибыль, которую до 200 евро вы сможете перевести на ваш реальный счет. Что для этого нужно? Первое, это написать запрос на всю ту же почту support.ro.com с темой письма BSA, это тема нашего сегодняшнего вебинара, и мы отправим вам подробные условия, как получить этот учебный счет. Несколько простых шагов, это вы открываете реальный счет, пополняете его на сумму 200 евро, не обязательно на нем торговать, а вот когда вы его уже пополнили, мы даем вам учебный счет, и вот ваши первые шаги, ваши первые сделки вы совершаете на нем. Если учебный счет, то есть возможность попробовать фактически без риска совершить первые сделки, если вы только начинаете, только разбираетесь в данном вопросе. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, от себя также всем желаю хорошего вечера, ваши вопросы и пожелания, те вопросы, которые мы не хотели разобрать, в рамках уединара, обязательно присылайте на почту, и всем спасибо, всем хорошего вечера, увидимся уже на наших следующих вебинарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!